Пожалуй, беспрецедентный случай произошел с преподавателем зарубежной литературы Максимом Жуком. Он написал гневный пост, в котором резкое слово заменил небезызвестным мемом-обращением Карл. Совершенно внезапно Карл ожил. Персонаж объединил себя дорогих автору людей и стал героем пост-романа Максима Жука. О чем его письма для Карла, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Максим Жук, доцент кафедры романа германской филологии ДВФУ, создатель просветительского проекта «Культурная интервенция». Максим Иванович, здравствуйте. Рады вас очень видеть вновь у нас в студии. Ну и, конечно, первый вопрос будет про Карла. Когда вы поняли, что он для вас теперь не просто мем, как это случилось? Ну, однажды я писал такой гневный пост из раздела «Доколи». У меня возмутила одна ситуация. И вместо резкого слова я написал имя Карла, подражая знаменитому мему. Но внезапно у меня что-то щелкнуло, и я стал вот это письмо адресовать ему. То есть, дорогой Карл – это невыносимый ужас. Дорогой Карл – это кошмар. Я перенес его имя в начало письма, и вот так вот получился у меня персонаж, к которому я в своем фейсбуке стал адресовать определенные посты. И получился такой жанр – письма для Карла. Ну, мои друзья к этому довольно быстро привыкли. Карл – это невоображаемый друг, тут как бы нечего делать психиатру. Карл – это такой обобщенный образ всех моих близких, дорогих друзей, которые либо уехали из Владивостока, либо уехали вообще из страны. Я никогда не смогу их собрать за одним столом. И поначалу я вообще, в принципе, хотел просто вот эти все посты собрать в один файлик, чтобы они не потерялись. Плюс у меня в моем фейсбуке есть еще там закрытые посты. Там это мои всякие заметки о путешествиях. Я довольно часто там уезжаю из Владивостока раза два-три раза в год куда-нибудь там в другую страну или в другой город. И я просто хотел это все собрать в один файлик, чтобы они у меня там были и хранились. Но потом вдруг я заметил, что у меня есть довольно интересные материалы, с которыми можно сделать художественный текст. И вот в прошлом году, когда я закончил книгу Франции Кавки, я сел осенью и написал вот то, что сейчас выйдет в июне, будет презентация во Владивостоке. Это пост-роман «Письма для Карла». Ну, чтобы вы просто понимали, о чем это и как этот текст устроен, главный герой, это роман, это, собственно, художественный текст, главный герой, филолог, преподаватель литературы. У него мое имя, у него моя профессия, мой опыт. Но это не совсем я, это именно персонаж, из которого я рассказываю. Он тоже пишет книгу о Франции Кавке, он много путешествует. И об этом всем он рассказывает своему далекому другу Карлу в серии писем. Эти письма я специально поделил по такому календарно-циклическому принципу, разбил их по месяцам, чтобы читателю было удобно ориентироваться, где герой находится, что сейчас с ним происходит. И эти письма довольно разные по интонациям. То есть там есть и письма такие трогательные, возвышенные, есть трагические, есть злые, есть иронические, причем ирония там от такого мягкого упрека до такого злого сарказма. Ну, то есть это такая, получается, симфония эмоций. Но помимо того, что это просто письма, я постарался этот текст организовать по принципу эпифании. Это такой художественный повествовательный принцип, который когда-то разработал Джеймс Джойс, мой любимый писатель. Эпифания по-гречески буквально значит раскрытие, обнаружение. В христианской теологии эпифания – это тот момент, когда волхвы увидели младенца Христа, то есть в маленьком ребенке они увидели и спасителя человечества, и вот ту силу, которая может переделать, трансформировать мир. То есть эпифания – это такая особая духовная ситуация, когда бытийная плоскость жизни исчезает, и обнаруживается вот то, что философы называют бытие. Забытым обнаруживается бытие как содержание жизни. И вот главный герой как раз и рассказывает о том, что с ним происходит, но при этом у него такое философское сознание, поэтому он за бытовыми ситуациями видит немножко больше какие-то глобальные универсальные законы, принципы, уровня. Ну, наверное, имеет смысл процитировать. Конечно, с удовольствием послушаем. Ну вот как раз два коротких письма. «Дорогой Карл, однажды в лондонском метро я наблюдал почти евангельскую сцену. Напротив меня сидела пара. Белая женщина и чернокожий мужчина. Она была беременна, он обнимал ее одной рукой, а в другой держал открытую книгу, которая называлась «Как быть хорошим отцом». Мужчина внимательно читал, а женщина смотрела на него с какой-то непередаваемой светлой улыбкой. Это одно из моих самых любимых воспоминаний. К чему я это вспомнил? Наверное, к тому, что жизнь и доброта никогда не кончаются. «Дорогой Карл, в последнее время мне снятся какие-то дикие смелые сны. На прошлой неделе я читал Михаилу Лермонтову лекцию о Марселе Прусте. Лермонтов был в военной шинели и фуражке, сидел на парте и думал о чем-то своем и героическом. А сегодня я звонил по телефону Томасу Эллиоту и на ломаном английском просил великого поэта что-то прокомментировать в его стихотворении. Классик долго и вежливо уточнял, что конкретно мне надо, а потом куда-то отошел. Остаток сна я слушал молчание в телефонной трубке. Обычно такие яркие образы мне снятся перед каким-то важным рубежом в моей жизни. Помню, перед вступительными экзаменами на филфак я весь день зубрил морфологию, и мне приснилось депричастие. Что-то большое и серое, низким и слегка печальным голосом поведало мне. Я отвечаю на вопросы, что делая и что сделав. Это очень правильные вопросы, Карл. Великий русский язык спросил меня, что делая, ты живешь, и что сделав, пойдешь дальше». – А ведь это ваши сны, правда, Максим Иванович? – Да, это мои сны, да. – То есть… – У героя, да, автобиографическое такое есть измерение. – То есть Карл, он фигурирует в постромане как получатель писем? – Да. – Исключительно? – Да, он не отвечает. – Он не отвечает. – Это ваша четвертая книга, но единственная художественная пока что. В одном из интервью вы говорили, что не ожидали, что будете писать. Так вот, когда вы поняли вообще, что есть потребности, как это с вами случилось, когда вы осознали, что вы являетесь, собственно, еще и писателем теперь? – Ну, я до сих пор не осознал, что я являюсь писателем. Я себя вообще не чувствую ни филологом, ни музыкантом, ни преподавателем. Я себя чувствую максимум мужиком. Это просто те формы, в которых я себя выражаю. Ну, в принципе, вообще процесс творчества, он такой очень непредсказуемый и такой иррационально непроницаемый. В какой-то момент у меня щелкнуло, что я хочу это написать. Да, это моя четвертая книга. Предыдущие, они либо научные, либо такие научно-популярные, как вот книга про Франца Кавку. И в прошлом году, когда я заканчивал уже работать над книжкой о Кавке, я вдруг понял, что вот хочу написать эту книгу. Вот именно книгу как бы от себя. Потому что дело в том, что когда я на лекциях или там в своих книгах или в статьях раз говорю о каком-то писателе, о каком-то тексте, то я рассказываю о них. Разумеется, все мои лекции, они так субъективно окрашены, потому что вы не спутаете лекцию Максима Жука с лекцией другого преподавателя. И иногда я могу приводить какие-то примеры из личного опыта. Но это как бы не совсем я. А к 39 годам у меня накопился какой-то, страшно сказать, опыт, который я захотел выразить в художественной форме. Чехов когда-то говорил, что если вы можете не писать, то не пишите. То есть если это не биологическая потребность, то как бы и не стоит этим заниматься. И я вообще, в принципе, с сомнением относился к своим писательским способностям. Когда мне было 15-16 лет, я писал песни. Была у нас такая группа реанимации. Ну, в принципе, у любого нормального человека, наверное, в юности была рок-группа или желание ее создать. Я написал для этой рок-группы несколько песен, что-то даже сохранилось. То есть до сих пор я ничего не писал, и не было потребности. А тут вот с этой книгой меня прямо зудело. То есть я понял, что я как-то себе покой не найду, пока я ее не напишу. Я понимаю, что это как бы не брать Карамазову, что это там не книга, которая произойдет переворот в мировой литературе. Но мне очень важно было ее написать. Я это сделал, и, как мне кажется, это довольно неплохо получилось. Читатель получит возможность об этом судить в июне после презентации. Книга будет еще и с иллюстрациями. Вашей знакомой художницы Анастасии Лепетухиной, если не ошибаюсь. Не могли бы немного об этом рассказать? Настя мой старый друг. Мы с ней знакомы с прошлого века, кажется, очень давно. Она, помимо того, что мой близкий друг, она художник, очень талантливый. Вместе с своим отцом, известным хабаровским художником Александром Лепетухиным, она сделала иллюстрации к некоторым книгам. То есть у нее есть опыт, и она сама очень талантливый человек. И она как раз не просто иллюстратор. Она как раз один из тех людей, из которых образ Карла и состоит. Потому что она уехала из России, сейчас она живет в Гонконге с детьми, с мужем. И вот как раз она сама предложила сделать иллюстрацию к этой книге. Я изначально не знал, кто это будет делать, но она мне написала, сказала, что мне очень нравится твой Карл, я бы тебе хотел помочь. Вот поэтому здесь она понимает какие-то уровни этого образа, этой книги. Поэтому иллюстрации, мне кажется, получатся очень хорошие. Они такие ироничные, с немножко таким гротеским привкусом. Но у нее хорошая рука, что особенно в ней ценю очень хорошее чувство юмора. Поэтому иллюстрации будут, думаю, иллюстрации понравятся читателям. А книга будет очень большой по объему, либо наоборот, она достаточно компактная по количеству страниц? Нет, она не будет сильно большой. Я предполагаю, что будет страниц 120, наверное. Я назвал эту книгу, конечно, роман, но это не совсем роман, это построман. То есть для романа книга недостаточно большая, для повести слишком большая. А вот для поста это как раз роман. По объему это как раз роман, и по жанру, в принципе, это тоже роман. Она и будет небольшая, но я постарался, чтобы она была такой глубокой, содержательной. Построман. Получается новый жанр. И получается, вы его создали в современной литературе. Нет, на самом деле. Есть подобные? Ну, неологизм, построман. Да, действительно, я его придумал, я его нигде не вычитал. А сам жанр, ну, по сути, это такой старый, уважаемый жанр эпистолярного романа, который свое начало берет в XVIII веке. Самая первая книга подобного рода – это роман Сэмюля Ричардсона «Помело» или «Вознагражденный добродетель». Но вот художественный текст, написанный в письмах, это жанр еще более древний. Потому что в первом веке до нашей эры, нет, уже в первом веке нашей эры, римский поэт Авидий написал такую замечательную поэму в письмах. Она называется «Героиды» или «Героини». Это письма мифологических героинь своим возлюбленным, которые их покинули. И там такие трогательные письма, там, например, «Ариадна пишет Тезею», там, или «Пенелопа пишет Одиссею». Там трогательное это письмо. «Неторопливо тебе это письмо шлет Пенелопа, не отвечай мне письмом, сам возвращайся у Лисы». Это, кстати, одна из моих самых любимых книг, возможно, что вот этот сам принцип письма, сам принцип построения сюжета, возможно, что я как-то бессознательно взял именно оттуда. И, кстати, вот образ Карла, он тоже не только автобиографический, он и литературный. Я потом, как положено филологу, сел анализировать этот текст, понял, что Карл – это образ, имя не случайно возникло. В романе Эриха Марии Ремарка три товарища. Есть как бы четвертый товарищ, это машина Карл, которую герои очень любят, она им помогает выжить. И они в конце романа продают эту машину, чтобы продлить жизнь Патриции Хольман, возлюбленной одного из героев. И вот мне очень нравится этот образ, когда что-то неживое, механическое вдруг становится живым, человеческим. И вот мем Карла, он таким же образом трансформируется в моем тексте, когда становится другом, человеком, к которому ты обращаешься, и он, не отвечая, все равно тебя понимает. Но все же, возвращаясь к вопросу о первом постромане в современной литературе, вы являетесь первооткрывателем в том смысле, что писали эти письма на Фейсбуке. Давайте не забывать об этом. Ну, совсем, потому что, в принципе, это такая тенденция в современной, как бы цифровой, как называется это, интернет-литературе, издавать книги своих постов. Ну вот один из моих знакомых, Игорь Белый, очень интересный человек, он музыкант, поэт, такой интеллектуал, он уже, не помню, кажется, третью книжку издает. Просто своих постов, они очень глубокие у него, интересные. То есть, например, он там анализирует, откуда возник текст и мелодия знаменитой песни Бориса Гребенщикова «Город золотой». У него такие расследования. Насколько я знаю, Евгений Гришковец, хоть я как-то скептически к нему отношусь, но он тоже публикует вот свой роман, основываясь на своих вот дневниковых постах. Просто это, видите, любой писатель, он пишет книгу, исходя из своего личного опыта. Другое дело, что сейчас этот личный опыт очень публичный. То есть, человек его репрезентирует в открытом пространстве, и почти любой человек имеет к этому доступ. Поэтому, как бы, процесс письма, он такой предельно обнажается в данном случае. Вы видите, ну, еще не текст, но уже материал, из которого это будет все состоять. Скажем так, время все равно диктует свои условия. Так и происходит. Максим Иванович, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Уже запущен крауд для Карла с 1 марта, если я не ошибаюсь. Это уже не первый раз, когда вы публикуете книгу посредством краудфандинга. Я думаю, многие знают, что это за способ. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы поделились опытом, насколько это действительно действенный метод, насколько он себя оправдывает, и почему конкретно вы выбрали именно его. Да, это у меня уже второй крауд. Предыдущий был крауд Кавка Крауд для книги Франции Кавки. Это действительно очень удобный такой метод, не просто сбора средств, но и рекламы книги. И это очень, как бы сказать, человеческий такой способ контакта одних людей с другими. Я сейчас постараюсь это объяснить. То есть, ну, во-первых, это очень эффективно, потому что люди не просто спонсируют там вот вашу книгу, или ваш там альбом, или какой-то вот продукт, который вы создали. Они рекламируют, вольный или невольный этот продукт. То есть, если уж они оплатили его, то они обязательно его прочтут, или там послушают, и обязательно порекомендуют своим знакомым. Но меня больше всего в краудфандинге радует не только то, что так можно собрать деньги на необходимый тебе проект, но это еще очень такой человеческий такой способ выразить свою благодарность. Потому что ты не просто посылаешь деньги кому-то, тебе, может быть, этот продукт не особо нужен. Но ты этого человека любишь, он тебе как-то важен, но ты хочешь его поддержать. Я неоднократно участвовал в самых различных краудах, и вот главная мотивация у меня как раз была поддержать тех людей, которые мне очень симпатичны, даже если сам по себе их продукт, мне нужен немножко косвенно. И должен сказать, что крауд для Карла идет очень хорошо. Сейчас уже за три недели собрана две трети необходимой суммы, осталось совсем немного. В принципе, я книгу могу публиковать хоть завтра, если будет желание. Но пока я жду обложку, и мы заканчиваем работу с иллюстрациями. И на самом деле у меня не совсем краудфандинг, потому что я не связывался с краудплатформами, там Boomstarter или Planeta, потому что, на мой взгляд, они берут довольно большую комиссию. Я понимаю, почему они берут, им необходимо обслуживать площадку, получать самим какие-то деньги. Это все понятно, но в моем случае это не совсем эффективно. Поэтому я решил сделать такую простую подписку, то есть без посредников. И сколько людей подпишутся, столько книг я напечатаю. То есть вы, получается, сами организовали эту краудплощадку, я правильно понимаю? Ну, я просто указал номер своей карточки, куда можно перечислить небольшую сумму. Можно любую сумму перечислить. Либо, собственно, деньги за книгу или за несколько, либо, если есть желание, немножко больше, ну или немножко меньше. Телезрители сейчас, безусловно, видят информацию об источниках, в которых можно подробно познакомиться с правилами поддержки Карла, писем для Карла. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы сейчас озвучили, в какие группы можно написать или увидеть, чтобы найти эти правила и знакомиться с ними подробно. Можно найти это все в социальных сетях, в сети ВКонтакте, просто вы можете забить в поиски, письма для Карла, и вы как раз эту группу увидите, она там одна. И в Фейсбуке та же самая система. Ну, а если у вас нет, если у вас нет в Фейсбуке и ВКонтакте, то можно написать мне на электронный адрес mzuk777-gmail.com. Я вам все расскажу. А я хочу добавить, что в этих пабликах также много интересной и полезной информации. Это не просто платформа, где можно поддержать книгу, но также и научиться многому, прочесть много всего интересного. Поэтому подписывайтесь. Я думаю, вы сделаете это с большим удовольствием. А мы продолжим наш разговор. Мне бы хотелось очень поговорить о проекте «Культурная интервенция», которому уже 10 лет исполнилось или исполнится в ближайшее время. Это публичные лекции, которые вы читаете. Лекции открытые. Могут прийти не только студенты, но и все желающие. Они безумно популярны во Владивостоке. Собирают очень много слушателей. Максим Иванович, расскажите немного еще об этом проекте. Для тех, кто может быть еще не знаком, куда можно прийти? Я знаю, что сейчас идет курс лекций. Да, с большим удовольствием. Действительно, просветительский проект «Культурная интервенция» мой давний такой проект. Ему в этом году, в октябре, исполнится 10 лет. Совершенно невообразимая цифра. Я в школе столько учился. Надо будет сделать какое-то мероприятие по этому поводу. Да, я сейчас читаю курс лекций «Ода греческая в Азии. История античной культуры и литературы». Это проходит в Приморской государственной картиной галереи, Алиутская, 12, по субботам в 5 часов в течение всего марта и половины апреля. Вот этот сезон, это уже второй, он посвящен преимущественно литературе и культуре Древнего Рима. Мы поговорим о таких великих действительно поэтах, как Катул, Гораций, Авидий, Вергилий, о том, как возникло римское государство, римская империя, как она разрушилась, почему это имеет отношение к нам, к нашей жизни и так далее. Поэтому приходите, я с большим удовольствием вам все расскажу. Я думаю, что с большим удовольствием придут те, кто еще ни разу не слышал по каким-то причинам об культурной интервенции. Также в прошлом уже году вы вошли в тройку лучших лекторов России. И, к слову, когда вы посылали, я читала в одном из интервью, свое видео с вашей лекцией, вы ни на что не надеялись, как вы сказали. Ну, приблизительно такой был смысл. Без особых надежд. Да, без особых надежд. Каково было ваше удивление, когда вы все-таки, вообще ваши эмоции, когда вы узнали, что вошли в тройку лучше? Дело в том, что я участвовал в разных конкурсах и чаще всего ничего не получал. Поэтому вот этот конкурс, который проводило общество знания, ну, я подал заявку, прикрепил файлик там со своей лекцией и про него забыл. И вдруг в середине декабря прошлого года получил письмо от организаторов, они меня поздравляют, говорят, Максим Иванович, поздравляем, вы заняли третье место в этом конкурсе. Ну, я был сначала удивлен, потом я, конечно, был рад. И, в принципе, это приятно. Тем более приятно, что к этому званию прилагается еще и денежный приз, который, правда, я до сих пор не получил. Я уже третий месяц как лучший лектор страны, но награда так еще не нашла героя по некоторым причинам. Мне периодически организаторы пишут, говорят, вот, извините, Максим Иванович, денег нет, но вы держитесь, хорошее вам настроение и здоровье. Ну, я, в принципе, спокойно к этому отношусь, либо награды, в конце концов, меня найдет. Ну, в любом случае, все это я делаю не ради какого-то денежного приза. Я вас хочу воспользоваться случаем и поздравить от лица телезрителей 8 канала, от лица 8 канала с этой победой. Это действительно очень здорово. Также вы недавно ездили в Лондон. Если я не ошибаюсь, расскажите об этой поездке, пожалуйста. А, вот эта поездка меня, это тоже повод, наверное, для гордости. Я участвовал в таком проекте, это делегация представителей современной русской культуры. Такой вот был образовательный тур по Англии, это были такие города, как Лондон, Эдинбург, Манчестер, Норрич. Мы знакомились с нашими коллегами в Англии, с теми, кто, например, устраивает литературные фестивали, образовательные лекции, те, кто организует литературные премии и так далее. Я, когда увидел свое имя в списке тех, кто там участвовал, я так мысленно вскрикнул, потому что там на первом месте, например, Юрий Сопрыкин. А вау, надо же. А дальше там не менее именитые люди. Но поездка была действительно замечательная. Дело не в том, что я снова съездил в Англию и купил очень нужные мне книги. Но дело в том, что и среди своих коллег, и российских, и английских, я встретил тех, то, что по-английски называется Brothers in Arms, то есть братья по оружию. То есть мы те, кто создает современную культуру. И меня очень порадовало, что действительно там был очень серьезный конкурс, более 150 заявок, и выбрали всего 12 человек. Я вошел в число... Потрясающе. По миру, я так понимаю. По России. По России. И я сначала думал, что это какая-то региональная квота. Нет, оказалось, что это... Это победа, можно сказать. Да, я оказался этого достойным, и поездка была очень такая результативная. Когда многие мои знакомые услышали о том, что вы являетесь теперь одним из трех лучших лекторов страны, первое, что они сказали, у них была своеобразная реакция, они сказали, «О, Боже, Карл, теперь мы потеряем Максима Ивановича, он уедет от нас в центральные города страны, будет жить там, мы не услышим его замечательные лекции». Так вот, не могли бы вы развеять как-то эти страхи и сомнения? Ну, я, конечно, не могу вам обещать, что клятвенно поклясться на мировой литературе, что я всю жизнь буду жить в Владивостоке и здесь читать лекции, проводить какие-то мероприятия и так далее. Потому что жизнь — вещь довольно непредсказуемая. Но, с другой стороны, в Владивостоке меня очень многое держит за те 10 лет, в течение которых я занимаюсь своим проектом «Культурные интервенции», за 15 лет, в течение которых я преподаю в университете, я накопил, как мне кажется, какой-то авторитет. Я стал, как я понимаю, довольно важным человеком для большого количества людей. Поэтому в Владивостоке я себя чувствую, во-первых, свободным, во-вторых, я чувствую себя нужным, ну и в-третьих, я себя чувствую любимым. А это для меня очень важные вещи, поэтому в ближайшее время я не собираюсь Владивосток покидать, потому что здесь моя итака, здесь я себя чувствую Максимом Жуком, здесь мое имя, чего что-то значит и обладает каким-то статусом, оно весит. Но, тем не менее, да, постепенно ко мне, я получаю такие предложения из Москвы, из Санкт-Петербурга. Вот, например, мне очень приятно было в конце прошлого года мой хороший знакомый, Константин Северинов, генетик, доктор биологических наук, он меня пригласил в Сколково, это Сколковский институт науки и технологий, и в январе этого года я там читал лекции по западноевропейскому модернизму для магистрантов Сколтеха. Очень интересный опыт, и он был вдвойне интересным и приятным, потому что я похвастаюсь эти лекции читал на английском языке. Вот для меня это такой новый рубеж в моей профессиональной деятельности, но в любом случае, имейте в виду, жизненно, непредсказуемо, поэтому пользуйтесь возможностью, пока я здесь, неизвестно, когда все это может закончиться, поэтому ходите на мои лекции, участвуйте в крауде, читайте мои книги, именно это делает нас близкими, родными, именно это делает нас нужными друг другу. Максим Иванович, не могу тоже не воспользоваться случаем сейчас, не попросить вас в завершении нашей программы о Карле, о письмах для Карла, зачитать еще одно послание Карла. Да, я с большим удовольствием это сделаю, это как раз во Владивостоке, это будет очень уместно. Дорогой Карл, я живу в морском городе, который называется Владивосток. Это не убогая провинция, но место, которое, как мне кажется, не смогло полностью реализовать свой эстетический и духовный потенциал. Оно похоже на средневековый замок, который обшили сайдингом и сдали под торговый центр. Исторический центр Владивостока искалечен офисными зданиями, сопки, достойные парфенона и альгамбры, изуродованные хрущевками и безвкусными многоэтажками. Мой друг написал однажды «Город как кубики, разбросанный ребенком идиоту». Иногда я еду на работу по мостам и думаю, снести бы все это уродство и построить на этих холмах Барселону. Но здесь есть лютая творческая энергия, потому что в нас, живущих во Владивостоке, течет кровь революционеров, бунтарей, репрессированных, художников, авантюристов, путешественников. Мы знаем, что наш город достойен лучшей судьбы. И те, кто сознательно остается здесь, это партизанская армия культуры. Я хочу увидеть, как однажды одна она освободит город и даст ему ту красоту, которой достойны эти сопки и море. На главной площади города стоит памятник борцам за власть советов. С высокого постамента смотрит в море боец революционной армии с трубой в левой руке и развивающимся знаменем в правой. На этом боевом стяге я часто представляю себе надпись «Вся власть эстетики». Максим Иванович, благодарю вас за то, что вы делаете. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова